Приветствую вас, давайте разберем ваши запросы, ваш, точнее, запрос, который вы сформулировали. Значит, первое, вы говорите про ревность. Ревность возникает из неверности в себе, страха, одиночества, так сказать, когда человек боится осадства один, из-за собственной нереализованности и из-за негативного опыта измен, а также акцентрированного внимания на секс. Причиной ревности также является склонность к сравниванию себя с другими людьми и как результат непринятию себя. Отношение партнера к партнеру как к чему-то, что может принадлежать только вам или просто может принадлежать вам, а также провоцирует ревность, провоцирует чувство ревности, потому как понятно, что человек принадлежным быть, в принципе, не может, вот. А вам это необходимо, ну, то есть, любому, любому, любому ревнующему человеку это необходимо, чтобы партнер ему принадлежал. Вот. Такая история. И что из этого является, например, в большей степени вашим, а что нет, нужно выяснять. И тогда уже примитивно с этим работать. Дальше. Навыки бесконфликтного общения. Можно, например, посмотреть в технике «Я сообщение». Вот. То есть просто выбиваете «Я сообщение» и встречается. Также часто проблемой конфликта является тот факт, что он, конфликт, принимается на свой счет. То есть вы, конфликт, в котором оказались, например, принимаете на свой счет. И у этого, у того, что вы принимаете конфликт на свой счет, есть причины. Болезненность принятия конфликта на свой счет означает, что вы где-то в чем-то себе не уверены. Ну и как результат, как следствие, вы перекладываете ответственность за это, вы перекладываете ответственность над человеком. То есть, ну вот, вы как бы обвиняете человека в том, что из-за него вы чувствуете конфликт. То есть невозможность разрешить конфликт такими, скажем, позитивными средствами, да, невозможность разрешить конфликт позитивным путем без, допустим, обострения и без эскалации. Связано с тем, что конфликт вас задевает. А задеть конфликт может только в том случае, если человек в себе, вот, как я и сказал, не уверен. Если конфликт его как-то задевает, да, если конфликт как-то вот человека, ну, напрягает, да. На слой, если счет, воспринимается как конфликт. Дальше. Научиться говорить о своих потребностях без претензионной формы. Ну, во-первых, это также я-сообщение, это говорить о своих потребностях без претензионной формы. Это первое, это я-сообщение. И второе, это, собственно, не вынужденная агрессия, то есть претензия, это защита. Это такая, как сказать, примитивная защита. И примитивная защита, она означает, что вы опять же чего-то боитесь. Понимаете? Какая штука. И вот тут нужно понять, от чего вы защищаетесь. В чем видите свою уязвимость и как вы относитесь к своей уязвимости. Это вот очень важный момент. Не менее важным моментом является то, как вы относитесь к своим уязвимствам и потребностям. Это тоже очень важный момент. И вот, соответственно, работа. с этими направлениями и является для вас приоритетными. Приоритетными. Сейчас. Такая вот история. А вот. Так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Точнее, это даже не вопрос, а просто декларирование проблем на данный момент. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!